Молодежный форум 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 Вы с другом общаетесь, разговариваете. Что интересного замечают они и что интересного заметили вы, встречаясь именно в России на форумах? Как я выше сказал, мы тесно сотрудничаем с Оренбургской областью и иными приграничными регионами Российской Федерации. Все-таки мы в одном пространстве, у нас определенные схожие проблемы в сфере молодежи и молодежной политики. Недавно был приглашен на участникам научно-практическую конференцию, приуроченную к 25-летию Департамента молодежной политики Оренбургской области. И мы на этой площадке обсудили много болезненных проблем в сфере молодежной политики. Это проблема профориентации, это проблема детских и юношеских организаций, это консолидация молодежи именно в идеологическом плане. Опыт у них очень велик, так как Департамент молодежной политики в этом году отмечает, именно Оренбургской области отмечает 25-летие. То есть 25 лет Департаменту молодежной политики Оренбургской области. А в сравнении наше управление по вопросу молодежной политики работает всего лишь третий год. А ресурсный центр был открыт в 2014 году. То есть раньше эта работа совмещалась, совмещали управление внутренней политики, там был сектор по молодежной работе. А сейчас вот благодаря политике главы государства был принят такой шаг. Но они, как говорится, как вы уже сказали в своем вопросе, есть чему учиться у них, есть чему учиться у них у нас. То есть основная проблема у них это отсутствие закона, регулирующего государство молодежной политики, единого закона, федерального закона. То есть каждый регион имеет свой закон, регулирующий государство молодежной политики, реализацию ГМП в регионе. А у нас в 2004 году был принят данный закон о молодежной политике. И 9 февраля 2015 года этот закон был принят с изменениями. То есть позитивные такие явления, которые в принципе могут перениматься россиянами у нас есть. От них мы можем принять многое. Это инфраструктуру реализации государства молодежной политики, молодежный парламент, молодежное правительство. Мы в этом направлении уже работаем, хотим в этом году уже создать молодежный парламент и молодежное правительство. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, да, мы вас слушаем. Я хочу вас спросить такую вещь. Вот вы говорите 25 шагов культурной какой-то там политики. А вы хотя бы 5 внятных шагов можете сказать? Ну вот как раз, я думаю, как раз следующий вопрос и будет касаться вот этих 5 первых шагов. Расскажите, пожалуйста, подробнее о 25 шагах к будущему. И в любом случае, я знаю, они являются неким отражением 100 конкретных шагов на пути к развитию. Национальные идеи. Ну вот как раз и те мероприятия, те марафоны, которые включены, которые в рамках праздничной кампании будут проходить, это и есть конкретные 5 шагов к будущему, которые и в качественном, и в количественном плане улучшат наше общество. Это, во-первых, благотворительный марафон 25 благих дел, который мы первыми в республике стартовали 6 января 2016 года. В чем он состоит? Это стимулирование социальных инициатив среди молодежи. В этом направлении мы сейчас работаем. Создали список, ну, данный список есть, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких бабушек и дедушек, ветеранов тыла, инвалидов. И каждый вуз берет подшествия определенное количество данных ветеранов. И каждый раз, раз в неделю они ездят к ним чистить снег, помогают, моральную поддержку какую-то оказывают. Хоть и иногда просто улыбнуться, просто с одним маленьким чайным пакетом пойти и пить чай, это уже для них огромная радость. Кстати, вот секундочку, извините, что перебью. У нас много ветеранов, у нас много вдов ветеранов Великой Отечественной войны, у нас много ветеранов тыла. И сейчас снежное время, некоторые ветераны, знаю, спрашивают, куда обратиться, видят по телевизору, как молодежь помогает. Куда обратиться, по каким телефонам обратиться, чтобы им помогли, оказали помощь с уборкой снега? Да. По телефону можно позвонить в наш областной молодежный ресурсный центр. У нас сформирован по телефону 56744, у нас сформировано уже определенный пул волонтеров, которые уже сами просят у нас адреса. И мы уже систематично составляем графики и выезжаем по направлению именно и помогаем в соответствии с проблемами. А также этот марафон включает в себя такую акцию, она называется «Забота». Это по поддержке детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, работа с детьми из центра адаптации. Именно основная цель этого благотворительного марафона – это, во-первых, стимулирование социальных инициатив, чтобы каждый представитель молодежи помогал своей соседке-бабушке, своему соседу-дедушке, чтобы это было повсеместно, не только по нашей инициативе, а по инициативе каждого представителя молодежи. Второй шаг – это спортивный марафон эстафета «Дни дня без спорта». Это направлено на популяризацию массового спорта и дворового спорта. В этом направлении у нас работа уже идет. Мы провели первый областной турнир по стрит-воркаут. Это не требующий особых вложений в вид дворового спорта, турниковый спорт, как и среди молодежи называется. И в этом направлении мы планируем проведение таких спортивных марафон эстафеты. По инициативе яркого представителя активистской молодежи Готи Дазаева, он является чемпионом Азии, чемпионом мира по панкратиону и ММА. По его инициативе данный спортивный марафон эстафеты идет. А в этом году будет ли продолжен этот марафон и сколько будет мероприятий в этом отношении? В этом отношении мы планируем каждый месяц проводить соревнования. Именно под гиды Актюбинской федерации панкратиона и грепплинга. То есть это у них только по панкратиону и грепплингу каждый месяц будет проходить соревнования. Это, во-первых, опыт, во-вторых, именно культивирование данного вида спорта. А также будет проходить летом, в летнее время будет проходить у нас областной турнир по стритворкаут, областной турнир по дворовым видам спорта. Это стритбол, это ультинбаскетбол, это своеобразные фестивали национальных видов спорта, которые не требуют особых вложений. Те же асыки в этом плане. Что еще? Какие еще шаги и подробнее, пожалуйста. Третий шаг, если так можно выразить, это творческий проект национальной культуры Бабаларизмен. Это в рамках идеи Мангликель. Именно тут будут мероприятия, которые выше сказал, фестиваль национальных культур, массовые гуляния на УРС, это уже другого формата, и нового формата будет, именно молодежного. Мы как в сфере молодежи и будем много неформальных площадок делать именно по этому направлению. Четвертое направление, это четвертый проект, это экологический марафон, эко-тренд, который направлен на формирование новой экологической культуры. В этом направлении у нас будет целый комплекс мероприятий. Это, во-первых, мы сейчас сформировали целый список парков и скверов, и каждое учебное заведение будет брать подшествия определенной парки или сквер. И будет круглогодично, например, я студент Актюбинского оригинального государственного университета, именно этому университету было дано шефство парк первого президента, парк имени первого президента, посажу дерево, буду в течение четырех лет ухаживать за этим деревом. Так как из бюджета баснословные деньги выделяются на саженцы, но город от этого зеленее не становится. Все-таки основная цель всех этих, всей этой кампании, всего этого цикла мероприятий, это, во-первых, стимулирование социальных инициатив, чтобы каждый представитель молодежи сажал эти саженцы, ухаживал и делал наш город лучше и лучше. Чтобы, во всяком случае, каждый знал, что вся жизнь, вся экология, социальная инфраструктура города зависит конкретно от каждого человека. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Да, да. Это я, Глухова Татьяна Федоровна. Здравствуйте, Татьяна Федоровна. Высший председатель партии ОТАН. У меня, Данияру, такой вопрос. Мы много говорим о молодежи, о молодежном крыле, да. Я с молодежью сажала и в порту, в авиагородке, и воздавали этот парк, авиатор, и площадку делали наши ТО, КТП, и по периметру города. Но почему деревья не сохраняются? Вы сказали, будете ухаживать, да? Я живу в центре, женка жаднобатыра, 5 дом, квартира 7. Молодежь идет, плюется. Но не культурно себя ведет. Вот надо тот комсомол, которым мы были воспитаны, это да. Я до сих пор работаю и сотрудничаю, общаюсь с нашими комсомольскими лидерами. Маркеловой, Буржановым, вот, и так далее. Олениковым, Куч Валентина Викторовна. Надо зажечь так, чтобы глаза у молодежи горели, чтобы они вот именно с желанием. Поэтому мне кажется, что нужно создать именно в нашем городе совет или штаб, который бы привлекал активистов, и они с горящими глазами выполняли всю эту работу. Ну вот, такой интересный вопрос, я думаю, не просто вопрос, но и решение. Кстати, об этом решении, о том, где собираться молодежи, где этот центр будет создаваться и как мотивировать молодежь, мы немного подробнее об этом чуть-чуть попозже поговорим. Расскажите вот о последнем шаге, ну так сказать, не о последнем, а о завершающем из пяти этих шагов. Это проект «25 идей будущего». Это, как название за себя говорит, это научный проект, инновационный проект, направленный, во-первых, на повышение инновационного и научного потенциала молодежи. В рамках этого проекта в каждом учебном заведении будут проходить какие-то научные мероприятия. Научные практические, всякие научно-практические конференции, защита научных проектов в каждом учебном заведении. Может быть, это будет 25, скорее всего, это будет больше, потому что у нас 6 вузов и 41 вуз по всей области. Оно направлено, во-первых, на, как я выше сказал, на стимулирование научных инициатив, а также в основном болезненная тема для молодежи к монетизированию инновационных проектов молодежи. В основном. Как это делается, как они будут работать в реальности. Как это делается за рубежом, мы всеми невозможными, невозможными путями будем помогать, координировать по всем этим проектам. Как вы выше сказали, где можно собираться молодежи. Потому что, как я понимаю, вот эти даже 5 шагов, не 25, а даже 5 шагов, это огромный труд и нужна огромная команда и большой центр, где можно было бы собрать эту молодежь и там как раз-таки направить ее по вот этим вот как раз направлениям и дать необходимый стимул в работе, в функционировании. Вот мне интересно, где вы собираетесь все это проводить, есть ли какие-то планы для какого-то строительства здания, вот как раз об этом расскажите. Ну, нами неоднократно поднимался вопрос о строительстве дома молодежи. И этот вопрос был озвучен главе региона Бердовику Машпейковичу Сапарбаеву на встрече с молодежью области. И эта работа сразу, как бы механизм сразу начал двигаться. И уже планируется строительство дома молодежи, где в одном здании размещались бы молодежные общественные объединения, тот же общественный молодежный ресурсный центр, управление вопросом молодежной политики, был бы каворкинг-центр, был бы свой актовый зал, были бы все возможности для реализации государственной молодежной политики в области. Хотя они и сейчас есть, но более в качественном плане это бы нашу работу повысило. Сейчас все представители разной категории молодежи, которые заинтересованы в реализации этих проектов, у которых есть свои идеи, передовые идеи, могут обратиться к нам по адресу Рыскулова, 190, это здание типографии. Мы находимся на втором этаже, областной молодежный ресурсный центр, либо звонить по телефону 56-7-44, либо по телефону 56-45-58 и обратиться за помощью. Мне вот интересно, это все вот эти инициативы, они очень сильно напоминают, вот, кстати, как дозвонившаяся сказала, Татьяна Федоровна, сказала о том, что да, это все напоминает отражение такого комсомольского движения, то есть, опять же, помощь социально уязвимым славянам населения, развитие спорта, развитие научных идей, то есть консолидация и какая-то общая идея. Вот, кстати, тогда была общая идея. Сейчас, какова эта общая идея, как вы мотивируете молодежь для того, чтобы они выполняли, ну, хотя бы вот 25 добрых дел, вот, хотя бы экологический марафон, как вы мотивируете молодежь, чтобы они шли за вами, чтобы они повторяли ваши лозунги, и не только повторяли, но и осуществляли их? Ну, у нас есть общая идея, это идея Менгликель, это идея общего нашего дома. К нам приходит уже мотивированная молодежь, так как она мотивирована именно... Вот мы мотивируем к благотворительному марафону 25 благих дел тем, что у каждого есть бабушка, дедушки, бабушки, и со всеми бывают разные жизненные ситуации, и если бы твоя бабушка оказалась в таком положении, кто бы ему помог? Вот именно с этой стороны и мы мотивируем молодежь. Все-таки у нас сейчас молодежь уже образованная, дальновидная, уже сформировавшимися ценностными ориентирами, с общей идеей нашей общей Родины. И вопрос перед нами, вопрос именно мотивирования никогда не стоял. У нас, я считаю, вся молодежь уже мотивирована на реализацию этих проектов. Спасибо большое. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что в нашей студии был заведующий отделом Актюбинского областного молодежного ресурсного центра Данияр Избасар. Спасибо вам большое, Данияр. Но нашим телезрителям и нашей молодежи хотелось бы посоветовать, чтобы они принимали более активное участие в социальной жизни общества и, во всяком случае, реализовывали конкретно, сами реализовывали. Не обязательно даже обращаться в ресурсный центр, просто подойдите к соседям, подойдите к пожилым людям, подойдите к тем людям, которые сами не могут о себе во многом позаботиться и предложите свою помощь. Я думаю, этим они как раз-таки и реализуют вот эти вот 25 шагов к будущему. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok